Всем доброе утро, девочки и мальчики. С утра с вами поздороваюсь, потом буду заниматься своими делами. Перенесла я свои огурчики в комнату. В общем, решила убрать их с балкона, потому что холодновато у нас на улице. В общем, поближе в комнате. В общем, вот такие вот они у меня. Буду прям в комнате собирать огурчики. Не знаю, прохладно очень на улице. Прям конкретно прохладно. Сейчас с вами сходим на балкон, покажу свои растения. В общем, у нас вот такая вот погода. Тучки. Конечно, может, солнышко сегодня будет, не знаю. Но это с утра у нас так. Сейчас вот вышло, вот смотрите. Вот наша мусорка. И вот за ночь вечно кто-нибудь что-нибудь притаскивает. Вот тоже стулья появились. И вроде на первый взгляд, вроде хорошие стульчики. Но опять же, конец месяца. Возможно, люди решили избавиться таким образом, да? Зарплата придет, поедут купить себе новое. Но это постоянно вот такая вот ерунда. Я, кстати, шла с работы как-то, наверное, ну месяц назад. Одна женщина поставила пластмассовую такую полку. Ну, я решила ее забрать. Там склала свои в кабинете электроприборы. Потому что не было полочки у меня такой. Ну, она такая пластмассовая. Но она высокая. А сейчас у меня там электроприборы и пустые банки стоят. Ну, вот как-то так. Холодильник у меня работает. Сегодня достала острый перец. Попозже вам покажу. Хочу, не знаю, перебить его в машине. Сделать типа джики. Это моя малинка. Такая довольно зелененькая, красивенькая. Кстати, идет мне посылочка моя. Я заказывала крепление для клубнички. Вот видите, даже цветочков нет. Такой сорт. Даже она мне не цвела. Сразу прям ягодки. В общем, я сюда заказала крепление специальное. Сегодня должны принести посылку. Тему, по-моему, так называется. Не выписывала оттуда ничего. Не знаю, в общем. Ну, типа такой вот, как трубы, да? Она что, у меня будет подниматься вверх. Вот. Это моя смородина, которую я покупала. Ну, я ее так хорошо полила. Ну, видно, что живая. Ну, еще, конечно, рановато. Нет. Ни цветов, ни листьев. Это мой персик. Не знаю, что получится. Ну, это мой абрикос. Уже такие большие листья. Я уже пришла на кухню. Хочу показать, чем я сегодня буду заниматься. В общем, с морозилки я достала два таких пакета. Это у меня острый перец. Покупала уцененный еще летом. Ну, там варила немножко аджику. Ну, и остальное решила заморозить. В общем, немножко использовала. Там на пиццу у меня немножко пошло. Там немножко картошку с мясом делала. Ну, в общем, перцы сейчас, в данный момент, два пакета. Я сейчас освобождаю в морозилку. И нашла еще сладкий перец. В общем, хочу вот это все, что у меня есть, да, перебить в термомиксе. И все это сварить. Ну, сделать такую острую, как аджику, наверное. Конечно, для аджики надо яблоки. В общем, все, что есть, я хочу это все перебить. Добавить подсолнечное масло. Ну, и сварить такой острый соус. Потому что хочется, ну, убрать это все с морозилки. Будет лето, осень. Потом буду опять тарить холодильник. В общем, сегодня я буду этим заниматься. В конце покажу, что у меня получилось. Вчера вспомнила, что у меня есть вот такой вот чайник. Покупала его очень давно. Но, это получается, в квартире я живу вот 1 мая, будет 3 года. Этот чайник у меня был в коробке. Пользовалась пластмассовым. Ну, и решила, что пластмассовый я уберу. Буду пользоваться таким. Потому что здесь металл, не пластик. Ну, покупала его. Он довольно-таки дорогой, этот чайник. И еще посмотрела. У меня же индукционная печка. У меня, ну, не подходит мне вся посуда. Да, мне нужно смотреть, именно какая. Ну, и хорошо чайник у меня подходит. Буду, может быть, осенью солить капусту. Ну, в общем, горячая вода нужна будет. Чайник не хочу обычно кипятить, потому что, ну, там пластик. Это все-таки металл. Ну, в общем, с утра буду этим заниматься. Сейчас я это все переделаю, перережу. И буду в мультифре это все варить. Баночки пустые есть. Ну, в общем, мне надо заняться морозилкой. Честно, вот скажу, да, если вот сравнивать мой холодильник. Тот, который у меня большой. Новые модели. И вот этот вот. Это совсем разные вещи. Он не такой мощный. Конечно, по свету меньше света берет. Но если вот так вот хранить морковочку, да, вот как вот эта вот у меня, то, ну, на пару недель, может быть, хватило бы этой морковки. Но месяц точно в холодильнике бы у меня не смогла морковка лежать. В общем, я очень рада, что у меня такой холодильник. Я же обычно пошла, закупилась один раз в месяц. Торонулась, и я забыла за это. И за картошку, и за морковку, и за лук. Ничего не портилось. В общем, целый месяц спокойно лежит. Так что как-то так. Если кто-то будет рассматривать холодильник, покупайте, ну, такой, чтобы хороший был. Чтобы новая была модель, чтобы можно было действительно сохранять продукты. Потому что все дорого. Я не знаю, летом еще, по-моему, вот этот перчик стоил где-то килограмм 6 евро. В русском магазине. Ну, так как они вот сняли, да, я там за копейки его купила. Вот. В наше время нельзя сорить деньгами. В общем, думайте. Думайте наперед, как и что будет, да. Как жить. Потому что все очень дорого. А хочется экономить, чтобы какая-то копейка оставалась. Кстати, по-моему, с 1 апреля в Германии дорожает газ. Ну, если газ дорожает, значит, опять цены пойдут вверх. Конечно, очень странно, что каждый месяц у нас цены поднимаются. Такого никогда не было. Ну, вот как-то так вот сейчас. Сейчас перебила я перец, острый, морковка. В общем, не очень, конечно, красивый цвет, потому что перец-то у меня зеленый, не красный. Буду варить мультифри. Такой большой посуды у меня нет. Была бы большая кастрюля такая. Ну, специально для варки, жарки было бы, конечно, лучше. Ну, в принципе, и это пойдет. Тут, наверное, килограмм пять у меня получилось. Ну, и у меня чаша такая довольно-таки большая. В общем, поставила я на сковородку. Буду сейчас просто это прогревать, обжаривать. Ну, и потом я добавлю подсолнечное масло. Тут у меня томатная паста нашлась. Упаковка такого томатного сока. Ну, в общем, что-то должно получиться. Я приготовила немного баночек. Спасибо, что у меня есть такая подружка. Она там чистила у себя подвал. И привезла мне наши две сумки. Всяких разных баночек. Но без них тоже никак нельзя, да? Вот, сейчас покажу вам, что у меня здесь. Уже немножко, конечно, подтаяло все. Немного у меня здесь подсолнечного масла. Немножко присолило. Конечно, очень-очень острая. Я забыла вам сказать. На следующей неделе, не знаю, как я буду снимать. На следующей неделе я возвращаюсь в больницу. В общем, ухожу с этого места. Забирают они меня. Выходит на это место та женщина, которая работала. Тоже не знаю, насколько она выходит. Потому что ей на одной руке сделали операцию. Теперь через какое-то время нужно будет повторно ей сделать. Только уже на другой руке. Вот, так что я оттуда ухожу. К сожалению, сон мой заканчивается. В общем, я подбираю всю работу, чтобы меньше было у меня. Ну, в такой работе. Потому что после работы приходите такое делать. Это не каждый сможет, да? Очень рано вставать. Опять в 4 часа. Не знаю, какой они там мне список опять переготовили. В субботу поеду. В общем, сдать надо будут ключи. Конечно, посмотрю, где я буду работать. Ну, опять же, начинается сезон. Люди уже идут в отпуск. А одна там с операционной 15-го уйдет. В общем, я опять буду затыкать их дырки. Как-то так. В общем, будет получаться, буду снимать. Нет, значит нет. Спасибо большое, что подписываетесь. Уже вас скоро-скоро-скоро будет тысяча. Меня, конечно, это очень радует. Потому что очень много я видео уже поставила. Конечно, это все очень медленно. Это очень большая работа. Сделать часы. Найти людей, которые будут тебя смотреть. Ну, я думаю, что у меня все получится. Спасибо вам большое. В общем, я сейчас буду это все варить. И, наверное, дождусь я сегодня посылку. Если получится все это собрать, покажу, как это вообще все смотрится. Ту, которую я заказывала. Ну, стоит, почта стоит, что вроде сегодня принесут. Ну, а если не принесут, значит, я тогда просто поставлю это видео. Потом как-нибудь покажу. Хочу сейчас переставить эту машину. Поставить на кастрюльку. В общем, поставить, тушить. Еще добавлю температуру и добавлю минуты. Я уже приготовила томатную пасту. Потом, если что, добавлю еще вот эту пасту. Немного поменялся цвет, добавила томатную пасту. Немножко еще добавлю подсолнечного масла. Просто все делаю на глаз. Ну, еще хочу добавить вот эту пасту. В общем, хочу сделать такой цвет примерно, чтобы что-то было похоже на аджику. Уже у меня почти полная кастрюлька эта. Наверное, убавлю температуру, потому что, ну, брызги летят. Стоит сейчас на кастрюльке. Ну, и время. Время это будет где-то приблизительно. Если будет хорошо кипеть, тогда уже, конечно, я буду раскладывать по баночкам. Значит, получилась у меня вот такая вот аджика. Вылила я всю пасту. Прям под самый верх получилось. Добавила сюда сахар, соль, подсолнечное масло, томатную пасту свою. Ну и все. Очень получилось вкусное. Очень-очень острая. В общем, я оставлю где-то примерно, наверное, на час. Может быть, немножечко буду убавлять температуру. И пусть это у меня все тушится, варится. И где-то примерно через час, ну, я думаю, что аджика будет готова. Значит, прошел у меня уже час. Я поставила еще на 25 минут. Убавила температуру, потому что были брызги. Ну, вот такая вот она густая, почти красная. Принесли мне посылочку. В общем, сейчас я буду укладывать свою аджику в баночки. Ну, и потом посмотрим, что у нас там. Пришло, хоть бы не расстроиться, потому что это китайский сайт. Вещи там не очень. Ну, в общем, сейчас я это все сделаю и к вам вернусь. Решила еще включиться. Смотрите, какая она густая. Она немножко, конечно, и выпарилась. Влага ушла. Очень острая. При желании, если будете делать, можно добавить уксус. Ну, я не добавляю уксус. При желании. Конечно, если вот так вот этот соус покупать в магазине, ну, будет дорого. Не знаю, сколько здесь у меня получится. В общем, буду сейчас раскладывать по баночкам. Покажу, что получилось. В общем, как раз маленькие баночки пригодились. Ну, вот моя машинка. Ничего не пригорело. Очень удобная, конечно. Значит, смотрите, немножко собрала. В общем, я так понимаю, вот это вот сверху пластик, а внутри идут трубки. Металлическая вот такая штучка. Она, конечно, не сгниет в земле, не пропадет. Мне кажется, и перезимует она, если вот так вот ее оставить. В общем, сейчас засобираю до конца. В общем, покупка мне это обошлась где-то 11 евро. Почта у них бесплатна. Ну, в ТМА я покупаю первый раз. Вообще, я, конечно, люблю качественные вещи. Ну, на 11 евро потянет она, если честно сказать. Сейчас доделаю, покажу, как оно будет смотреться в моем горшочке. Смотрите, я уже собрала все. Ну, у меня получилось вот так вот. Как раз все прекрасно подошло. Конечно, клубничка моя еще не выросла. Не знаю, как оно вообще будет вообще это все выглядеть. В общем, она должна подниматься вверх у меня. Ну, скажу так, на 11 евро она стоит, правда. Она не сгниет, она такая, ну, прочная. Ну, такой вот вверх. Там всякие разные есть. И, наверное, туда попозже я себе посмотрю у них для малины. Мне надо будет еще горшочки, ну, другие, потому что на следующий год она будет у меня больше. и ягоды будут. В общем, она будет совсем другой. Обрезать я ее не буду, потому что она не обрезается. Еще я у них там посмотрела, но только посмотрела. У нас, видите, какие вот дома. Вот такие вот. И на обратной стороне у нас там у одной женщины закрыт полностью вот такой вот весь балкон. Полностью. извиняюсь за шум, у нас уже тут траву косят. Не успели цветочки появиться, как уже все скашивают. В общем, там у них есть разного размера всякие полотна. Ну, они такие, как, ну, как стенки, да, прозрачные. Вот. И они обшиты ну, такой тесьмой. Там есть колечки. В общем, это пока я только думаю. В общем, я у своей подружки спросила, говорю, можно здесь вот ну, сверлить крючочки и может быть, можно будет подвесить такую шторку. Она прозрачная, с клееночки. Потому что, ну, бывает и дождь, и снег. Ну, чтобы здесь было более или менее так хорошо. В общем, это пока только мои задумки. Покупала я первый раз на тему. Я без понятия, хорошая, нехорошая, но люди вроде отзывы ставили, людям понравилось. Ну, в моем случае мне надо было что-то купить для клубнички. Вот, как это вообще будет выглядеть, не знаю. Какая она будет, эта клубничка. Ну, видите, уже она с ягодками. Даже нету цветочков, сразу ягодки идут. В общем, я подготовилась, жду клубнику. Вот. В общем, не знаю, как на следующей неделе, уже сейчас позвонила, говорит, и в операционной. Так что, так что, надо работать, деньги зарабатывать, все, оплачивать. всем вам хорошего дня, хорошего настроения, и всем пока! 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 Продолжение следует...